Перспективы для музея. Мемориальный комплекс лётчика-космонавта СССР Андриана Николаева нуждается в масштабной реконструкции. Уже готов проект его модернизации, на воплощение которого требуются серьёзные финансовые вливания. С положением дел на объекте культурного наследия ознакомили председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова. Музей космонавтики хорошо известен не только в республике, но и далеко за её пределами. Посещаемость здесь стремительно растёт. Годовой план уже перевыполнен, отмечают сотрудники учреждения культуры. Очень много таких семейных посещений. Приезжают сюда гости к семье, бабушками, внучками. Некоторые даже в хорошую погоду целый день здесь проводят. Сколько есть у нас ещё фруктовый сад, где можно посмотреть, надышаться, начитать. Там очень много историй. Сюда приезжают сразу по несколько групп. Бывает, что приходится становиться в очередь. При таком раскладе музеи требуются дополнительные площади. И не только для посетителей, но и для многочисленных экспонатов, не умещающихся в выставочных залах. К тому же нередко приходится отвечать отказом на предложение других музеев о размещении здесь экспозиций. Получили положительное заключение экспертизы. И хотим попасть в федеральную адресную инвестиционную программу с реконструкцией. Потому что объект получается достаточно дорогостоящим. Потому что будут использованы все современные технологии сегодняшнего дня. Это проект порядка 1,6 миллиардов рублей. Но строительные монтажные работы порядка 860 миллионов рублей. И, конечно же, достаточно много оборудования внутри. Обновлённый музей превратится в современный центр для школьников и туристов. Здесь построят обсерваторию, где юные посетители смогут заниматься астрономией и астрофизикой. А в цокольном этаже создадут настоящую лабораторию для детей. Также в новом здании появится кафе, в котором можно будет попробовать космическую пищу. Энтузиазм сотрудников музея ценил высокий гость. Конечно, тоже увидели, что в первую очередь людей. Люди там просто замечательные, такие увлечённые этим делом, которые действительно хотят сохранить, не только сохранить память о своих земляках, но и чтобы увлечь этим делом, молодых людей, чтобы они тоже стремились участвовать в освоении космоса. К слову, при содействии Анатолия Артамонова в своё время был построен музей космонавтики в Калуге. Поэтому этот опыт в Чувашии хотят взять на вооружение. Дарья Петрова, Оксана Верликова, Святослав Петров, Вести Чувашия.